Музыку карнавалов Рио-де-Жанейро на Самарской набережной исполняет концертный ансамбль «Самбара» на творческой площадке «Культурное сердце России». Этот проект был инициирован в 2019 году губернатором Самарской области Дмитрием Мазаровым. Теперь у артистов есть возможность выступать перед широкой публикой, а у зрителей знакомиться с новыми коллективами. Благодаря тому, что открытые и доступные площадки, мы можем получать яркий ответ от зрителя и реакцию на наши выступления, на наши старания, на то, чем мы занимаемся. И это здорово. Все очень классно, нам нравится. Круто то, что после будней, после универа можно прийти и просто расслабиться. Здесь очень много всяких шатров, где можно почитать книжки, можно попробовать какую-нибудь продукцию. Радовали жителей Самары в праздничный день на площадке бизнес-марафона. Здесь прошли мастер-классы от лучших региональных и федеральных спикеров. На маркете представили самарские сувениры, сладкие подарки, футболки и худи с изображением достопримечательностей и пейзажа в городу-курорта. Мы постарались всю нашу любовь в Самаре показать в этих авторских принтах именно про Самару. То есть там у нас и пляж, вот у меня вот маечка, и наш самарский закат, и за Болгой, и космос, и дача со слонами. В общем-то, все, что мы так сильно любим в нашем городе, оно все вот есть на наших принтах. Действительно, сувенирная продукция и одежда, она уникальная по своей сути. И вот в одном месте мы постарались всех самарских дизайнеров собрать. То есть они могут и поучиться в одном месте, продемонстрировать себя, поторговать, чтобы получить небольшую прибыль. Ну и в том числе и поучиться, как эту прибыль в дальнейшем извлекать. Для любителей литературы прошел межрегиональный книжный фестиваль «Время читать». Он собрал гостей и жителей Самары на увлекательной дискуссии с известными писателями и поэтами, которые представили свои лучшие новинки. Мэрил Чан, Николай Сидоров, События.